хэйо гэссу машинки мы продолжаем про дитеру по названию ассасин скрит хронология и это у нас индия все что скрыто 1841 год афганистан обитель притеч в герате пока тамплиера занята битвы с афганцами арбазы следует за слиманом замок и обнаруживает там еще один обитель предсеч каким это тайны и они не скрывали ассасин должен добраться туда раньше чем с лимон хорошо у нас гонки снова пошли как они вообще узнали об этом на пол смысле что так можно было чем так резко на меня повернулся зараза ладно как они вообще узнали об этом всюду что-то было написано ваша скорость что-то там данное случая как они вообще узнали об этом ладно да ну нахер он так быстро все это делает там я тут еще что прыгнуть не успел он уже орет там же в курсе что замок александр македонский построил интересно он знал про это место конечно в курсе не он просто догадывался ему так сюда рвался даже такие возможности открываются блять он сам вышел и на этот раз сохраните вход как следует александр македонский александр македонский 356 до нашей эры 323 до нашей эры если все великие правители македонии и один из самых прославленных завоевателей в истории могущественные своей империи но во многом обязан тамплиером он они передали ему посох эдена эдемо эдемо который и обеспечивал полководцу успех по полям сражений черт тебя побери с лимон пошел вниз надо как-то проследить за ним раз проследить так 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 сундуки есть нет сундуков сундуков нету но нет ну блять ну все спускайся вниз что тебе балки балки не один фиг да придет сейчас одновременно это все запускать тихо я чуть грохнуться не смог фиг знает куда побежали 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 на ту сторону вниз сбрасываемся хоп захватываемся сбрасываемся хорошо что тут ничего не обваливается это радует да nice 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 346 интересно время обнулиться что ты не можешь спрыгнуть о нифига я даже так могут цепляться нифига себе сказал я себе удивившись спрыгнуть хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп-хоп отлично надо поторапливаться не спеши успеем когда на самом деле рушится чуть-чуть боимся ты намного быстрее двигаешься так что-то летает ведучи мыши очередной храм и и и и и и и и и ой чуть не разбился подкат не успел сделать вот такие вот мне 50 товарищи я должен постоянно ждать пока этот свет пропадет чтобы прыгнуть и она еще успеть прыгнуть там я мог облажаться то есть мне нужно да нужно было нужно было вниз просто я ноги не понимаю когда воспринимать это катарлы спрыгнуть альт но и катарлы все на во вверх вверх все хотя зачем мне так подниматься если мог иначе подняться сейчас покажу как что мне не мешать вот так сделать ой я тупой ой я вдвойне тупо пиздец отдыхаем я думал там проход хотя подожди если я могу наверх поехать сейчас полевая часть и тут я мог поехать наверх а там тупик все равно ну тогда да только так ну попробуем еще что мы куда-то спешим ведь в какой-то момент с этим храмом прикольная в другой момент ты понимаешь что это все бесит пиздец как ну спрыгни блять уебище а в натуре визу 610 я думал это разные вещи разные проходы хер там то есть уже все да а если из контрольной точки если с контрольной точки мячка загорится отсюда начинать я отсюда туда мог бы и сам пролететь понял знал бы я в тот момент вы бы сюда залез я могу типа да заново начать теперь я уже понимаю что я просрал лазеры пошли я мог бы выбежать но я решил не рисковать но я решил не рисковать прыжками но быстрее передвигаешься а я понял что сейчас будет лучше смерти лучше смерти лучше смерти надо поторопливаться не врешь замер Scroll aca очко очко шмет очко ont это было близко а все чай ыл пусть а у я думал там это спуск уже всю подо мной и платформа это было близко этого я близко я чувствую и так пытались быстро как могу платформа доставит их как раз в нужное место мне надо попасть наверх раньше прикольно тебе будешь так медленно делать то мы не успеем особенно с этими камнями я думаю я вообще не успею да 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 бац 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 уебанский луч а ну да платформа доставит их как раз в нужное место мне надо попасть наверх раньше их пути будешь так медленно лезть мы с собой нескоро залезем почти сдох уicana да бац 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 убит Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Бац-бац. Бац-бац. Так вот что они искали. Не подходи, сделай одолжение. Ты быстрый ассасин. Но хватит ли тебе скорости увернуться от наших пуль? Итак, сдай оружие и давай без фокусов. Не сегодня, Арбас. Ого-го. Я успел сразу на то и то. Шкалу Хеликс ускоряет восстановление здоровья. Плохо. Так, сейчас, подождите пару секунд. Нет. Ладно. Я думал продолжить, не продолжить. Давайте на этом с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... Пока. Хе-е-е-е. Хе-е-е. Поехали. 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 Смело. Но безнадежно. Что тебе нужно от меня? Если бы решал я, то я бы тебя убил после всего, что ты натворил в Афганистане. Однако, Уильям решил поговорить с тобой лично. Как только он закончит с афганцами, он сразу возьмется за тебя. А пока, прошу, наслаждайся нашим гостеприимством. Это, конечно, все очень заманчиво, но мне и вашего ножа вполне достаточно. Окей, вернуть законному владельцу. 1841 год. Пенджаб, храм Катасарадж. Арбас приходит в себя в храме Катасарадж и понимает, что попал в плен к тамплиерам. У них изъяли оружие и всевозможные приспособления, поэтому бежать придется, полагая лишь на собственные навыки и смекалку. Чуть позже, вернув свое снаряжение, Арбаса готовит похитить артефакты, которые заполучил тамплиерам. Ему предстоит совершить вылазку на позицию неприятеля. Более тихие убийства, улучшение здоровья. О, более тихие убийства, пожалуйста, дайте мне их. Я свободен, но мне бы еще снаряжение забрать. Так, по пути заберем, спасти пленников. Так, подожди. Данные есть? Странно, что даже места нет. Вам доступна маскировка. Хеликс маскировка позволяет вам мгновенно спрятать эффекты. Хеликс маскировка. Когда режим Хеликс заступен, находясь вне боя, нажмите, чтобы замаскироваться и стать для противника незамеченным. Нажмите. Так, чтобы снять маскировку, нажмите Ага, отключите Ага, вниз или удержите Отключить. Отключить. Ясно. А, у меня нечем убивать. Нифига. То, что у меня теперь есть. Это круто. На, на, стопа. Ладно, стопаем. Плевать, погнали сюда. О, тут сундук был. Стоп, о чем я здесь отображается. Хе, вот так. Так, свиток 12. Арбас объяснил принцессе, как и все это выглядит с его стороны. Деду угрожают тамплиеры, желающие взять власть в свои руки и управлять Индией от имени Великобритании. Эти люди не останавливают ни перед чем, чтобы убить Махараджу и выкрасть алмаз. А потом Арбас узнал, что Роза отдал его. Только ради пьяры Арбас согласился вступиться в бой, чтобы защитить ее деда-человека, из-за которого когда-то погибли в его семье. Понятно. Так, ну что, человек-невидимка, готовься. Видел, какие штуковины у Ассасина забрали? Да уж, что это все? Наш. Так, стопэ, здесь. Ладно, не знаю, как лучше, поэтому лучше так. Сладких снов. Так, Ост-Индийская компания. Изначально британская Ост-Индийская компания называлась компания купцов Лондона, торгующим в Ост-Индии. Или почтенная Ост-Индийская компания. Она представляет собой частное объединение, созданное в 1600 году под покровительством короля Елизаветы I. Компания контролировала обширные территории Индии и владела собственной армией. Это объединение успешно существовало, даже когда в метрополии сменилось несколько режимов. А в 1858 году королевская семья решила присвоить все имущества этой организации и взять управление на себя. За время своего существования компании было создано множество торговых точек в Индии. Таким образом, в регионе было установлено монополия на ведение торговых операций. Деятельность компании постоянно сопровождалась боевых действий, войны вели как с местными населениями, так и со странами, желавшими взять под контроль прибыльные земли колонии. Многозарядная винтовка Лоренцио. Первая многозарядная винтовка представляет собой оружие рычажного действия, которое заряжается с казиной части ствола. Она была создана Микеле Лоренциоуни в начале 17 века. Этот принцип работы взял за основу английский мастер Джоу Куксон при разработке собственной винтовки. О, флаха на клее. Так, вижу оружие. Как бы до него добраться? То есть, в какой-то степени мы сражаемся даже не против... Что? Сюда! Сюда! В смысле? Нихуя не понял. И я вообще сейчас нихера не понял. Как меня заметили? Странно. Что это было? Наверное, ветер. В культах сложно. Лучше пока что так. Надо было его просто обойти, просто спрыгнуть, да и все, не мучше. А, подожди, тогда мне тот бы заметил. Что это было? Сюда! Я был за столбом. Ты меня не должен был заметить. Странно, странно, странно. Это все. Померещилось, что ли? Померещилось, что ли? Ты! Стоять! Взять его! Туда! Бац! Бац! Хуй! 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 Да уж. Просто, как мне нужно было так свистеть, чтобы меня ни там, ни там не заметили. А? Ты! Ты! Стоять! Ты! Ассасин! Все, все, все успел, успел. Там посрать. Младший капрал с индийской компанией. Ну, их неспособности мы будем считать. Параметры тоже нахер они нам нужны. Боец, обладающий уверенностью и опытом. Как правило, без колебаний бросается в атаку. А? Блин, там еще полы скрипящие. Кто это? Взять его! Там! Сюда! Там! Сука, ебаные полы. Но с полами будет немного неудобно. И вообще не комфортно. Это вся локация, блядь, не очень. Кто это? Взять его! Тревога! А, у меня что ж, точно мне еще не оружие нихуя нету. Я только душить же могу. Ммм. Просто что? Хоть придушить его могу. Хоть придушить его могу. Хоть я могу. И то радует. Так, тут лежишь отдыхаешь. Ага. Так, ну это чувак жесткий, который с мушкеткой, да? Назовись туда! Подожди, а как мне с ним сражаться? Ладно, того я придушу. Окей. А с этим? Ладно, не успел. Не успел. А? А? А, натуре. Ёлы-палы. Не понимаю, почему ассасина сразу не убили. Это разумно ведь? С ним хлопот больше не будет. У него забрали оружие и всякие опасные диковины и оставили жариться на солнышке. Все. Отлично. Все. Отлично. Теперь все остальное. Да, теперь все остальное. Отлично. Так, храм Катас Радшин. Индийский хромовый комплекс, расположенный в деревне Катас округа Чаквал, провинции Пенчбаб. Пенч, да. В Пакистане. Некоторые небольшие строения комплекса уже более 2500 лет, но большинство храмов было возведено около 90 лет назад. Комплекс оказался заброшен, когда в 1947 году индуисты массово переселились в восточные побережья. Но даже сейчас, находясь немало паломников, желающих посетить святыню. В комплексе можно найти здания совершенно разных стилей. Самое примечательное сооружение это храмы Рамачанды Рэй. Ханумала и Шивы. Так, все, теперь у нас есть хорошее, поэтому плевать. Мастер Мастер владеет боевыми приемами, которые исследовали ассасины, использует ассасины и весьма умел как в ближнем бою, так и в дальней боях. Может блокировать обычные атаки впереди и сзади и наносить контрудары. Прежде чем совершить быстрые убийства или нейтрализовать мастера, его внимание нужно отвлечь дымовой бомбой. Ах... У меня что-то хера бомб дымовых. Блин, теперь мне эти нужно фармить. В смысле, и он теперь... В смысле, и он теперь... То есть, они могут прятаться, эти мастера. Ха, прикольно. Не, на самом деле, типа, если... Орлиное зрение позволили найти врагов, которые пытаются затаиться. А, все, я понял, что я тут затупил. Сидит оно там, спряталось, думать, я его там не вижу. Сидит он там, спряталось. Спасибо. А, вот как я понял, через верх полезу. Сидит он там, спряталось. Как не говорю? Не, наверное, пока. На всякий случай. Не, я могу просто, конечно, спрыгать, днуть, да, и все. Сейчас найдем карты. Ах... На всякий случай. не бесит то что челеки некоторые неубиваемые типа какого фига так ну подожди а сундуки тут есть да точнее я сундуки не упустил а то я такой умный бегу просто на на похуй странно мне и наверх вот и они а то есть у них сколько же тут стражи мне еще не все стоит прикинуться одним из них сейчас бы страшником и становиться сейчас бы становиться страшненько за это елся жамнюк то чувство когда у тебя все еще нету что это еще это мои ботинки теперь вот что это так наверху сундук о подожди освободить надо челика он засел хамнюк его не вижу что в этих здания вам понадобится на тех элементы пока что сюда рано было идти так и в принципе видно как они там сидят внутри попробуем ресурс а штанишки здесь в смысле вниз могу спуститься стоп хочу мне метку наверх не только сюда а как мне униформу забрать начинается меня оружие нихера она принципе да так можно я чё забыл про эту функцию спи спи ты наверное устал что они нафиг ты мне надо чел сорян вот это он проснется мне потом проблемы а теперь остальное снаряжение все на из чистого палец вверх что ладно пойдем сюда так а что нам осталось нам осталось освободить щелек 1 и все а там сундук стоять а как и сундук не достать там вообще проход а есть проход свиток 13 арбас не смог помешать тамплиером убить сингха когда он вмешался махараджа уши было про отравлен завязал залость бистера в которой ассасин пришлось сразиться с катоном и личной охраны сингха сража страшники были уверены что убийца арабза пьяра успела сказать несколько слов умирающему и попытаясь убежать взяв с собой алмаз одной однако ей помешал катон а раза попыталась защитить ее но силы были неравны когда положение стало совсем безнадежным принцесса необъяснимым образом удалось активировать силу кахенура после чего ее владела некая сущность представила первой цивилизации напуганный до полусмерти катон попытался застрелить ее но попал в камень в миг когда был уничтожен конь кухенур произошел взрыв катон и дворцовая сража погибли удачи мне спасибо так что нам осталось нам остался меч который там лежит по факту подожди как и вот оттуда забрать а все нашел через крышу а они хера что за хоть то я просто не понимаю как мне тогда просто туда попасть понимаете о чем я а вон где то тут должен быть проход типа я уже костюм собрал да я думал типа меч это тоже часть костюма какое моднялый почему капитан не прикончил ассасина он скорее всего нужен майора с лимона живы а майор вернется когда закончат дела в афганистане изи так оружие на едино одесс идиотус ну да вот это инвиз хорошая вещь на самом деле хорошо помогает так сундук вижу значит амплиеры решили оставить свое сокровище хотя оно серьезно охраняется пехотинец конечно и еще трое бернс ты все предусмотрел придется и с ними разобраться иначе не видать ни шкатулки ни камня давайте сначала ящик а потому что с ними разберемся ящик самое важное так осталось найти только туда путь винтовка пригодилась бы нихера себе с винтовки буду пулять так удержите f чтобы так стоп как стрелять блять ну я не врубаюсь как не стрелять хер вот значит у нас к беда стрельба с вами в следующем ассасине вы спросите какой ассасин я скажу ассасин скрит хронология россия там на аватарке чувак с этим изображен с огнестрелом да еще не были все на крышах ни одного не вижу как вытеклись со снайперки я тут думаю а я тут думаю где вроде особо не получилось еще ящик они тут и есть ящик так пока лучше подняться хлоп 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 я могу хотя ланов сейчас не поболакают мы с вами пробежим наверх я открою сундук почему я сразу и того не смог убить хочу сундук у всех противника на территории не поднять 3 а чтоб не поднялись и тревогу а используйте чтобы прицелиться нажмите чтобы выстрелить используйте чтобы прицелиться как-то не подфрезивает неприятно как-то все равно ощущение нахуй тревога к это хоть тревога от кого я правильно убил челека я убил этого на которого нету инфы а а блять он вообще за стенкой тише пассатижи а 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 почему почему вы мне можете объяснить то есть только вот эти могут поднять тревогу что ли хотите сказать вот кто меня раскрыл окей кто у меня раскрыл вот кто вот почему почему просто ждите почему я не могу просто понять как меня засекает сейчас все выстрелами должен отвлекать то есть когда я тогда его убил около него он тревогу не поднял когда в него попал он тревогу поднял то есть я должен орли в голову стрелять на того пасра до типа на кого хуй ну какого ну какого кино какого ну какого ну какого за что мне это я уже представляю как евро в ассасин скрит россия буду погореть на я успел его убить алло почему вы думаете то легко вообще сообразить что мне хотят она есть еще там рёт хрена боже что я должен был делать я понимаю я не понимаю я типа от стрельбы он уже должен был понять что что-то тут не так я понял все а то есть мне нужно было нижнего сделать так чтобы он отвернулся это ни хера нелегко это вообще нелегко это раз почему тогда он не пить трупа когда я убиваю около него прямо около него блять впритык а а здесь он видите ли замечаешь не смотри на труп типа кажется знаете оно и как-то и не все окей в тот же момент ни хера не окей похоже в башне никого ну вон а я паломника пытался убить сюда а красава красава сказать нечего на и боли это чтите мы найдем тебя типа я должен был зацепиться что да бредят на какая-то короче где ящик снизу так сундук есть после смерти своего отца карага и сингх и стал правителем сингховской империи пьяра остался в амристаре теперь она стала союзница ассасинов ас-образом не их связывает романтические отношения алмаз как хенуру чудесным образом снова принял прежнюю формы и был похищен арбазом это дало хамиду надежду узнать иные тайны этого артефакта новый правитель бенджаба окончать скончался в 1843 году через год после этих событий уступил место своему брату далепу синху окей это расселась сидит что там втихаря а шо ты иди туда откуда пришел где еще дымовые шашки еще там есть есть достал есть все ты свободен вот это были воспитания не все-таки воспоминания арбаз час пять когда я выбирался из лапа тамплиеров храм катался раньше мне встретился паломники они проделали долгий путь чтобы посетить святыню но из-за тамплиеров и не могли попасть в храм я мог я помог паломникам насколько это было моих силам типа я был на столе но я был не на столе круто что это вот что это просто скажешь на что я залез зачем я стою сука ебаные невидимки ни хераси похоже это ассасин мортиры к бою а если этих вояк не остановить они всю башню разнесут теперь мою меткость проверяют ой ой ну ладно это было легко ну ладно сундуки все собрал более тихие убийства это хорошо так ладненько время у нас 45 минут продолжайте стрелять ну это заставочка к следующей серии а ну хотя давайте может в этой побег 1641 год пенджаб храм катасарадж обнаружив пропажу тамплиерской задействовал все силы чтобы не дать арбасу выбраться из храма ассасину почти удалось ускользнуть когда на его пути появлялся александр бёрнс ну а давайте стреляют уже где-то недалеко надо поднажать пробежимся причем бы нет слон нет слон слон нет нет сделайте что-либо слоник нет ни хера меня скинуло ударной волной от слона слоник то стрёмненький страшные вещи делает главное понимать куда бежать и все я немножко понимаю по красной краске и все слоны расшевелят обстановку вашу слоник этот не сам камни камни увидел банали ладно убивай убивай у него руки так дрожат я забываю что на правую кнопку мыши не работает штука на левую что за не я который убил цель но взорвался вместе с целью что это сука ты муж он называется а то есть так там я понял побери еще на что ли ну углом с другими измерениями тут играть вот это вот прикольно сделано а то есть а то есть он так не может делать кто выводил слона а я то думал что-то слон очень быстро движется какого хера слон так быстро двигаются я быстрее блять я с лестницы спрыгнул побежал кто выпустил слона а что мне делать нужно было блять слон быстрее меня двигается ладно давайте как я и говорил тогда с помощью прыжков прыжками он уже быстрее передвигается да он так быстрее бежит да он так быстрее бежит да он так быстрее бежит насть так мы в каком-то кроме уху похуй что я уже добежал блять ими просто въебал вот эта доска прилетает и тормозит я же успею точно присесть нахуй убивай стреляй быстрее на правую кнопку мы сейчас не будет использовать не легче тогда этот использовать helix режим да 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 вот а все таки он в прыжке до машек я понял меня наиболее где-то меня наиболее все-таки он в прыжке домашек поторопимся ясно я вспомнил попытка хует копытка поторопимся быстрее арбас быстрее давай арбас быстрее арбас быстрее а то есть мне нужно было в обратную бежать осторожно это было близко он так тоже можно нету почему я здесь не могу просто перепрыгнуть осторожно это было близко а я могу перепрыгивать ебадану а какого черта ты пасы нацеплялся осторожно это было близко вот снова я прыгнул блять где правильно там где он не цепляет он сука как будто бочку себе въебал осуёд осторожно это было близко это было близко это было близко это было близко если не получается мы срезаем ее ну скажи ну скажи ну чем я блять зацепил ну сука ну чем я зацепил первый раз ты перепрыгнул нормально идеально блять осторожно это было близко не стрелять впечатляет арбаас даже жаль что мы не на одной стороне спасибо может быть и убивать меня передумаешь давай так я дам тебе шанс если ты победишь один на один уйдешь с миром что скажешь без шуток честный поединок без шуток победишь сможешь уйти проиграешь умрешь оу никакой порчатый смысл смышленый оу каков наглец ни хера Взять его! Проучи его! Че такой быстрый? Хорошо. Каков наглец! Хватайте его! Проучи его! Ау. В натуре? Что вообще, блять, нечестно? Он яд свой раскидывает вот этот. Хватайте его! Подожди, это он уже на третьей фазе? Когда он мне, типа, снес до одного хп? Лечит, я не понимаю. Взять его! Убить его! Каков наглец! Это честь погибнуть от руки ассасина. Нет. Тебе придется жить, зная, что тебя одолел ассасин. И все эти люди будут знать, что ты проиграл. Смирно! Он заслуживает право на жизнь. Увижу тебя еще раз, Бернс. Не увидишь. Смотреть будет не на что. Все. Подожди, то есть битва эта тоже входила? Ускоренный подъем с помощью кошки? Ммм, дополнительные дымовые бомбы? Ммм. Ладно, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok